Очень специфичный бизнес, очень специфичные условия. Ты не сможешь с ним просто так взять и расстаться. Ты просто человеку говоришь, реально причину. Ты лодырь. А вообще есть сейчас что-то идеальное у тебя? Да, оно все идеально. Вот они люди, которые любят кофе и которые строят кофейные писты. Опыт через боль. Это прям самая большая ошибка. Можно даже не начинать. Добрый день, это канал Бизнес Хлеб. Я Людмила Хватова. И сегодня у нас в гостях Олег Кандауров, владелец кофейных компаний Сова и Ресурс. Олег, спасибо большое, что пришел. Мы сегодня на «ты». У тебя целых две компании, посвященных кофе. Расскажи чуть-чуть подробнее, чем каждая из них занимается. Ну, я бы сказал, две основные. Есть еще, понятное дело, какие-то проекты в зародышах, какие-то в проекте и какие-то еще в работе. Но основные, конечно же, это компания «Сова». Нам уже 10 лет. Мы обжариваем кофе. Вот, в принципе, это основа основ. Компания «Ресурс», охотники на кофе. Мы занимаемся сырьем. То есть мы путешествуем, работаем с фермерами, ищем зеленое зерно и привозим его в Россию. Вот это, если прямо очень коротко. Как ты считаешь, вообще бизнес, связанный с кофе, он сложный? Конечно. Как и любой специфический бизнес, основанный особенно на продукте, очень сложно. Стоит ли вообще его начинать? Стоит начинать что угодно, если в этом прям очень хочется погрузиться, разобраться. И самое главное, это вот какой-то отклик личный. А как ты понял, что ты хочешь быть именно основателем компании в этой сфере? Ну, основателем мне пришлось быть в этой сфере, потому что я понял, что просто на тот момент, когда я погружался, ну, собственно, в ремесло, я бы назвал больше именно как ремесло, потому что это продукт, это очень, как сказать, такая специфическая история. Вот. И я понял, что кофе, в принципе, очень многогранная тема. Начал погружаться, изучать и понял, что продукт находится вот в самом-самом-самом начале. Очень мало еще людей, которые действительно, скажем так, глубоко копают или копнули. С ними сложно строить какой-то диалог, если хочется как-то немножко по-своему. Ну, и я понял, что, на самом деле, это тот самый момент, когда нужно просто брать самому это все в руки и начинать не бояться и, собственно, делать. И сколько тебе времени понадобилось, чтобы понять, что ты, в принципе, доволен своим бизнесом? Да, мне кажется, это в первый же день приходит у всех людей, которые только получают там печать или хоть какое-то там извещение от налоговой. Вот это первоначальное. То есть, вы зарегистрированы, поздравляем. Хотелось сделать просто и строить дело семейное, долгое, вечное. Наверное, пока сложно сказать, но чтобы это было все открыто, чисто, прозрачно, красиво. Семейное, получается, вы с братом решили это основать? Там прям совсем даже такая долгая история получилась. Мы с братом решили это основать. То есть, моя идея была сделать что-то вот именно такое профессиональное, кофейное. Вот, скажем, я понимал, чего не хватает, например, на рынке в тот момент. Вот, и просто понимал, что нужно сделать, чтобы это получилось. Самый лучший партнер – это тот, которому ты доверяешь. Можно делать, конечно, все самому, одному. Вот, но это как бы не бизнес, а это предпринимательство все-таки. Ну, конечно, заручившись поддержкой, такого человека проще как-то двигать горы и разделять ответственность в том числе. Вот, поэтому, естественно, я выбрал моего брата, потому что, ну, так уж получилось. Вот, грех этим не воспользоваться. На тот момент, собственно, чтобы начать бизнес, как и любому, мне кажется, предприятию, нужно было какой-то стартовый капитал, денежки. Нужно было купить оборудование, на котором мы, собственно, жарили кофе. Вот. И на тот момент это было достаточно проблематично, потому что получается, что я нигде не работал. Кредитами история уже была сложнее какая-то. Вот, хотя было понимание, что делать. То есть, нужно просто было взять и купить. Пытался, в общем, взять кредит. Как-то было все это сложно, и в этом мне как раз помогла моя супруга. Выступила как раз тем самым заемщиком ответственным. Вот. И так, собственно, и получилась вот эта действительно семейная такая компания, семейная история. И получается, что вы все вместе до сих пор это развиваете? Или все-таки ты больше? Получается, что мы с братом, да. Ты сказал, получается, что это больше предпринимательство, а не бизнес, если делать так, а не так. В чем отличие бизнеса от предпринимательства? Ну, я бы рассказал бы анекдот про, так сказать, стартапы, но это, я думаю, немножко не для вашей аудитории. Но смысл, в общем-то, в том, что это как таксист, да, который, не знаю, которого спрашиваешь, он говорит, типа, это я так для души или это у меня бизнес, у меня там еще 10 машин, ну вообще я сам вожу. Ну, то есть, как бы человек, который пытается сделать все один сам, он по факту, вот он один, индивидуальный предприниматель, ИП, да, так называемое. Вот, и в целом ему сложно расти дальше, потому что ему некому перекручить какие-то другие вещи, ему придется нанимать людей. Не факт, что он к этому готов или не факт, что он умеет общаться с людьми, если он изначально решил вообще один, как бы, строить какое-то сложное дело. Бизнес здесь как раз уже немножко другие мысли, другие цели, то есть намного шире фокус того, что хочется делать. И ты сразу понимаешь, что можно заниматься это одному, но это как бы не та идея, не то дело, ради которого стоит прям вот посвятить этому какое-то большое внимание, количество времени. Вот, поэтому ты сразу выстраиваешь в голове уже целое количество людей, конкретно, где-то специфические, где-то, которые будут помогать какие-то операционные, в том числе, задачи делать, это нормально. И выстраиваешь, по сути, уже целую команду в голове, пока еще даже нет жизни. Через сколько у тебя уже появилась команда после открытия бизнеса, после условного получения этой заветной печати и поздравления от налоговой? Я думаю, что, кстати, ну, я вспоминаю, что мне кажется, это где-то первый год, то есть нам уже удалось, ну, мы с братом сначала вдвоем, получается, все делали, мы поняли, что, ну, это просто никак, потому что, условно, там, я жарю кофе, он его фасует, потом, не знаю, он там его развозит, я поехал искать новый кофе, нужно провести какие-то встречи. И получается, что мы дошли до той точки, как раз, когда нужен человек, который будет где-то нас разгружать, может выступать тем же самообжарщиком или проводить встречи, вот, чтобы мы могли расти, потому что, ну, как бы, бизнес как по обжарке кофе, я думаю, как, в принципе, любой другой, особенно, который на каком-то продукте, производственном процессе, да, запитан, вот. Вот, он очень живой, и он как, вот, печь доменная, да, то есть, если ты ее, как бы, построил и зажег, ее нужно постоянно, вот, подбрасывать, подбрасывать, то есть, она, как бы, ее нужно постоянно, в общем, как сказать, поддерживать в ней огонь и тепло, вот, и здесь то же самое, то есть, нужно постоянно... Ну, это касается любого бизнеса, на самом деле, нужно, вот... Очень много, к сожалению, предпринимателей сейчас таких вот современных, которые думают, что, типа, я сейчас все построю, налажу, вот там циферки, все красиво будет работать, и я буду сидеть смотреть на это, вот, и это прям самая большая ошибка, можно даже не начинать с таким подходом, ну, как бы, действительно ничего не получится. Вот, скажи, когда твой бизнес, спустя какое время он начал приносить доход? Тут тоже такой момент, очень специфичный бизнес, очень специфичные условия, и, например, на том рынке, скажем, 10 лет, получается, в этом году он будет компания, получается, что в то время, где-то спустя, там, первые полгода, мы, наконец-то, начали видеть какие-то денежки, вот, с помощью которых мы могли, действительно, как-то уже немножко выдохнуть, платить нормальные зарплаты людям, и, в целом, как-то, вот, понимать, что мы преодолели точку вот этой, как сказать, невозвратности, можно, наконец-то, думать о чем-то, планировать, инвестировать деньги обратно в бизнес, и, вот, в общем-то, идти работать как-то дальше. Специфика этого бизнеса такая, что сейчас, 10 лет спустя, или, там, не знаю, даже если 5 или 6 лет назад, вспомнить, в целом, это те же самые деньги. Понимаю. А у тебя сейчас много конкурентов? Их всегда много. Но бизнес-то специфический? Ну, как сказать, если посмотреть официально, по статистике, конечно, их много, потому что, если ввести обжарщики кофе в России, там появится что-то типа тысяч, там, штук, вот, или, ну, большое достаточно количество. Можно ли называть их конкурентами? С одной стороны, да, ну, потому что, если как бизнес, как бизнес. А с другой стороны, я на это не смотрел бы так, потому что здесь, опять же, очень аутентичный бизнес, про вкус. Вкус, в принципе, очень субъективная история, и получается, что если мы очень правильно выстраиваем вообще понимание вкуса, философии того, что мы делаем, то в целом у нас нет конкурентов, потому что, ну, как бы, для одного человека вот это будет вкусно, для вот этого другое. И в целом они редко когда-то согласятся друг с другом, потому что, ну, как бы, дело привычки. Ну, это, как, не знаю, там, кофе или чай, который вот каждый день с утра вы, там, пьете, да. Есть любимые какие-то вещи, это как ритуалы, да, которые вот определенные, косметику, музыку, ну, да, конечно. Все, тут, как бы, дело вкуса. Тут уже не стоит о том, что есть где-то лучше или кто-то там спел. Этот же хит в пять раз интереснее. Ну, так не работает. Мы затронули тему вкуса и его субъективности. Действительно, ну, ваш кофе может кому-то очень нравиться. А для других это будет абсолютно обычный кофе. Как понять, что вот ваши УТП соответствуют реалиям рынка? По сути, самая сложная, с чем, мне кажется, большинство как раз производителей и поставщиков, ну, не то, что бьются, но испытывают сложности. Это в том, что любой производитель думает, что я сейчас сделаю вот так, и все сразу прибегут ко мне и купят. Вот, и я вот стану миллионером. Ну, получается, это позиция, как бы, от себя, то есть не от обратного. То есть не слушать то, что рынок хочет или то, что люди реально, как сказать, что им нужно, в чем они нуждаются. А все пытаются просто какие-то штамповать похожие предложения, потому что думают, что, типа, сейчас я открою обжарку кофе и буду жарить тоже в цвет, как бы, и, в общем, тоже, в общем, меня будут все покупать. На самом деле это не так. То есть здесь в первую очередь нужно просто слушать людей. Нужно в идеале, как сказать, прежде чем, ну, если есть возможность не вкладывать какие-то грандиозные проекты, как-то попробовать его. Ну, не то, что на фокус-группе какой-то, да, но в целом понимать, кто те люди, которые могли бы в дальнейшем стать как раз потенциальными. Ну, клиентами мне не очень нравится слово. Потребителями. Потребителями. Тоже не нравится. Адептами, вот, адептами твоего дела, да, то есть вот того, что ты делаешь. То есть просто понять, вот что они об этом думают. На самом деле самое вообще простое – это выйти поработать в кофейню, просто постоять поработать за стойкой. То есть ты просто стоишь, ты общаешься с людьми, они приходят, они сами все рассказывают, говорят, вот это кисленькое, вот это что-то не очень. И ты в целом понимаешь, что да, конечно, мы все там летаем где-то в облаках, там головой там прошибаем уже где-то небо, вот. А с другой стороны, внизу люди, которые, ну, как бы нас тянут такие, говорят, дай нам, пожалуйста, просто вот сладко, вот чтобы у меня не было вот какой-то оскоминой, чтобы мне не надо было это запивать чем-то водой или чтобы мне плохо не стало. Или чтобы я хотя бы чувствовал вкус, о котором вы все говорите. Ну, типа, вот это клубничный, например, очень такой кофе, этот очень такой тонкий, деликатный. Людям, ну, как бы не вовлеченным в это со стороны, естественно, кажется, что это какая-то, как сказать, ну, профанация, вот, или болезнь, вот. И все равно, получается, человек найдет свою какую-то вот эту штучку, которую он полюбит, и будет за нее голосовать всегда рублем. Ну, а, собственно, человек, который голосует рублем, он в итоге и прав, потому что можно что угодно людям рассказывать, но если человек этого не чувствует, ну, или в это не верит, ну, он не будет просто это покупать. Ну, в целом. Потому что, ну, какой твой любимый кофе? Какой мой любимый кофе? Ну, ты же хочешь кофейни наверняка. Каждый день я пью чай, если честно. А, все. Нормально. Значит, ты просто не пробовала кофе, который бы тебя, ну, по факту, к этому спадли. Вероятно, вероятно. Обычно через это откровение происходит, потому что люди, которые так глубоко занимаются, например, каким-то делом, они, ну, по факту получили это через как раз этот контакт с продуктом. То есть они что-то попробовали, и их это настолько воодушевило, что они прям вот хотят всем об этом рассказать, потому что их это удивило. Вот, как, собственно, и со мной произошло. Потому что я тоже, когда первый раз попробовал кофе, профессионально классно приготовленный, я такой, типа, а что так бывает? Вот. Я прям хочу этим заниматься, мне прям очень интересно. Вот. И я с этого момента понял, что вот этим я готов заниматься прям. Насколько у меня хватит, насколько, собственно, хватит вот этого продукта и ремесла, и его вот этой какой-то идеи, чтобы это можно было привлазить в дело. Мне стало это очень интересно. А вот смотри, ты очень погружен не просто в бизнес как в бизнес, ты погружен в это как в ремесло. И ты прям ценитель этого дела, да, насколько я знаю, ты ездишь в разные страны, отбираешь направления, выискиваешь там лучшие сорта. Формулировки у меня могут быть опять-таки дилетантские, но тем не менее. Завтра в Сочи еду, да? А, вот, завтра в Сочи. Ну, не то чтобы экзотическое направление, особенно сейчас, но тем не менее. Вот. Насколько реально, с учетом всего этого, расстаться для тебя с этим бизнесом и его продать? Ну, это невозможно, потому что это как, ну, это дело, которое ты, если, ну, как сказать, не знаю, мне кажется, это как отношение, то есть ровно настолько, насколько ты вот готов это полюбить и вот этим прям заниматься. То есть, ну, как любовь, не знаю, мне кажется, если ты понимаешь, что это твой человек, ты такой, типа, у меня нет вопросов больше, ну, типа, они не могут быть. Вот. Здесь то же самое, мне кажется, понятно. Если ты рассчитываешь это изначально, как какой-то проектик там и так далее, но оно так, в принципе, и будет. Мне кажется, проблема большинства людей не только, там, не знаю, там, наше какое-то поколение, там, да, и предыдущее, в принципе, ну, как бы в целом. То есть, люди рассматривают это как временное занятие. Но, опять же, так как они к нему относятся, так оно, в принципе, и становится. То есть, ну, не знаю, я тут посижу, посмотрю. Ну, вот он реально сидит и смотрит. То есть, происходит все, как он и желал. Как хотел, так и получилось. Это очень интересную тему ты затронул, потому что я сейчас сразу подумала о том, как формировать команду в тех условиях, когда люди в основном как раз сейчас так относятся к делу, как к чему-то временному, да. Раньше, я уверена, там, в предыдущих поколениях, хотя это могло быть обусловлено какими-то социально-политическими моментами, да, они задерживались на своем месте. Да, то есть, здесь будешь работать всю жизнь. Да, окей, да, окей. Ваша сфера, она достаточно в этом плане тяжела, на мой взгляд, потому что, вот, если мы даже сравним с IT, хотя это будет очень странно, но, тем не менее, в IT сейчас довольно высокие зарплаты по сравнению с другими сферами рынка, да. Ты можешь в целом, потенциально, зависит, конечно, от компании, от ее политики, но ты можешь работать удаленно. Вот, в вашей сфере ты приходишь, ты работаешь, скорее всего, закреплен за каким-то местом, периодически можешь путешествовать. Вот, как вы выбираете команду, как вы выбираете таких верных делу людей? Это очень сложно, вот, потому что в связи с тем, что индустрия изначально, ну, как бы, образовалась из, так сказать, такого небольшого кружка очень, ну, таких маньяков своего дела, да, и кто-то занимался оборудованием, кто-то занимался, там, еще чем-то, обучением и так далее, так далее, так далее. Все друг друга знали, и каждый в своем деле он прям вот копал, вот, и он находил себе таких же. Индустрия росла, появилась обжарка, всех заинтересовал вопрос именно уже не импорта, а, собственно, производства непосредственно, да, как бы, кофе, вот. Количество кофеин и людей, которые, скажем, да, вот, популяризируют тему кофе, тоже очень большое потребление. Соответственно, открывается огромное количество точек, куда нужно людей уже просто поставлять. То есть не хватает уже такого ресурса вот этих специфических людей, чтобы, например, там, в несколько тысяч кофеин, естественно, по всей России, да, вот такими вот душевно больными людьми кофе, это, как бы, очень сложно обеспечить, вот. Поэтому, дай бог, там, в городе реально есть несколько каких-то энтузиастов, которые как-то вот что-то там делают, да, но в целом сейчас это, как и в Европе, и вообще в целом, как бы воспринимается, как такая просто временная работа. Ну, там, студент, не знаю, пришел, поработал, там, чего мне про этот кофе рассказывать, я еще не знаю, да, как бы, вот, чем я буду заниматься. Естественно, для нас это, как бы, как ты не знаешь, это же кофе, вот. Ну, мы к этому так относимся, вот. Поэтому изначально, когда вот эти кофеи не открывались, они были более фокусные, сейчас все в формате только сетей, в формате каких-то больших проектов существует, поэтому где-то размыт немножко вот такой фокус. Очень сложно, в общем, одним словом набирать людей, которые, ну, вот таким, например, людям нам, да, которые в это дело погружены, что-то нужно рассказывать и передавать, потому что очень много на это силы, энергии уходит. Не все готовы слушать, не все понимают, собственно, зачем и почему мы, собственно, так вот этим занимаемся увлеченно. Поэтому тут очень долго, это шаг за шагом, и в целом это прям такое, да, я бы сказал, даже воспитание, вот. То есть у нас, например, в компании есть люди, которые с нами с первого дня до сих пор. Люди, которые не понимают этой ценности и вот этой вовлеченности, да, какого-то клуба такого, вот. Они достаточно быстро просто уже сами обходят эту сторону, потому что они понимают, что мне что-то сложное, короче. Лучше пойду туда, там, может, поменьше буду зарабатывать, но там никто мне головы не будет, точно. Ты основатель двух компаний. Это Сова и это ресурс кофе. Расскажи, в чем отличие одно от другой, почему это два разных бизнеса? Категорично, понятное дело, да, то есть компания Сова обжаривает кофейные зерна, то есть это продукт, компания ресурс, охотники на кофе, вот, это поставщики непосредственно сырья, зеленого кофе, ну, то есть сырье и продукт. По сути, две разные компании. Получается, что Сова, ну, как бы, началась первая, и благодаря как раз вот большой работе и погружению, то есть путешествия, работа с фермерами, вообще в целом вот познанию этого рынка, в том числе какого-то такого международного, да, опыта, мы поняли, что огромное количество сырья просто вот уходит непонятно куда в большие коммерческие компании, никто не ценит тот вкус, за которым мы гоняемся, и, не знаю, там, тот кофе, за который мы там дрались и плакали, чтобы он был только у нас в России, мы понимаем, что мы не можем, к сожалению, как сказать, объять необъятное, или обжарить весь кофе, который нам нравится, только в компании Сова. То есть мы понимаем, что тут дело, опять же, про вкус, и очень классно как раз, когда есть возможность перевезти это сырье, и другие обжарщики как раз не конкуренты, да, ну, я не считаю там вообще, в принципе, кого-то либо конкурентами друг к другу, кто занимается вот осознанным вкусом, потому что... А вы охотитесь за микролотами, как я понимаю, да, в рамках ресурс кофе, и тут очень интересный момент для меня лично, потому что я вообще, ну, опять-таки, не погружена в сферу, и я так понимаю, что перевозка кофе большими партиями, да, требует, ну, требует определенной там сертификации, документации, таможенного какого-то... Логистических знаний. Да, логистических вот этих вот... Чего? Логистических знаний. Ну, логистические знания, понятно, но сопровождается это все проверками, документами, сертификациями и прочим. Вот, я условно могу понять, как это происходит, когда поставляют там огромные партии там из какой-нибудь Бразилии, да, вот этого какого-то классического всем понятного кофе в условную ленту. Ну, сначала просто поставляются из страны в страну, а потом поставляются гипермаркеты. Но мне сложно понять, как небольшие партии, да, но у вас же не такие большие партии, а вы перевозите легально. На самом деле, как сказать, ну, все достаточно просто, то есть, чтобы привезти практически любой кофе из любой страны, ну, как бы, производителя, да, я имею в виду там Бразилия, Эфиопия или еще кого-то, вот, в Россию, нужно привезти контейнер кофе. Контейнер кофе – это порядка 19 тонн, просто зерна, вот. Понятное дело, что все 19 тонн не могут быть микролотами, то есть, кофе, который начинается там от 20 долларов и выше, вот. Потому что, ну, он будет стоить там миллион долларов за контейнер, к примеру, вот. И этот кофе мы будем продавать здесь всю жизнь. Ну, ладно, не всю жизнь, вот, но год или более. Ну, как бы, то есть, нерелевантно, потому что за это время просто кофе, так как он живой продукт, он просто деградирует и, в общем, постареет и перестанет быть таким вкусным и свежим, таким, как мы увидели, вот. Поэтому здесь охота за микролотами, она действительно тоже очень, как бы, такая специфическая, имеет место. То есть, как можно это сделать? Самое первое простое – это самолет, и в итоге получается кофе супердорогой. Ну, он и стоит, как самолет, да, потому что он летит в самолете через океан или там еще откуда-то. В любом случае, это очень дорого, вот. И получается, что человек платит уже не за кофе, а за транспортировку, по факту. То есть, вот это все дороже, чем сам кофе, получается. Нечестная какая-то такая модель, на наш взгляд. Вот, поэтому мы выбрали немножко другой формат развития. Есть так называемый коммодити кофе, то есть кофе уровня, ну, то есть, который на регулярной потребляется. То есть, например, та же самая Бразилия, да, одна из стран с большим количеством кофе производитель, вот, который, ну, поставляется регулярно. То есть, например, мы только в САВе потребляем, например, несколько контейнеров чисто вот Бразилии в год. Соответственно, если мы хотим привезти, например, микро-лут из Бразилии, для нас в целом уже не составит труда просто попросить пять или десять мешочков докинуть вот в эту вот огромную бочку. Да, все, он едет. Это сложнее с новыми странами, которые мы как раз развиваем, путешествуем и пытаемся оттуда что-то выдернуть, потому что... Ты вернулся из Руанды, да, недавно? Сейчас вспомню. Уже не помнишь, где был. Не, в Руанду мы только поедем, это летом будет урожай. Из Эфиопии, а вообще, если вот про такие сложные страны рассказать, пример, то, например, Танзания. То есть мы были реально первые белые люди, которые приехали туда делать кофе руками. Ну, то есть вообще, в смысле, ну, то есть вот. Нам это там объяснили, сказали, типа, ребят, вы вообще первые, кто сюда приехал, что-то делать. Обычно люди приезжают, максимум просто попробовать, и улетели. Все, говорят, мне вот этот, и уехал. Слушай, скажи, пожалуйста, а как это все с санитарной точки зрения контролируется? Если вы из таких сложных стран, кофе... Также с Анпин, все, как бы, то есть кофе любой проходит сертификат. Вы проходите всю эту сертификат? Конечно, конечно. Любой продукт, который везжает, он должен иметь обязательно сертификат, соответственно, то есть он сдается в тест. Делаются пробы, делается декларация, что он соответствует, ну, у нас от 60-го года, если не ошибаюсь, ГОСТ до сих пор на зеленый кофе. То есть смысл в том, что там как бы уже сложнее, потому что привезти, например, какой-то редкий кофе в таком формате, приходится везти небольшое количество в этом практически пустом контейнере. То есть мы все равно платим за весь контейнер, но везем маленькое количество. Это получается, конечно, дешевле, чем самолет, но постепенно-постепенно мы собираем уже какое-то количество, которое экономически имеет смысл вообще оттуда выдергивать. Но мы стараемся балансировать. То есть кофе рабочий, который мы можем использовать в большом количестве, понятный для людей, которые они готовы пить каждый день, и вот какие-то микролоты, которые мы потихоньку там вот увеличиваем в этом запасе. Есть ли какие-то сети кофейные? Именно сети? Ну или просто проекты известные? Может, магазины какие-то? Ну, есть суперизвестные проекты. Собственно, по-моему, в 21-м году в России как-то приехал Мишлен, наградил кого-то звездами, вот. И ресторан «Братья Березуцких», собственно, как раз там был наш кофе. Вот, они получили две звезды, если не ошибаюсь. Это был единственный ресторан из всех вообще заведений, у которых был вот кофе свежей обжарки, спешлти, вот тот самый. Мы обжариваем для них кофе, то есть превращаем зеленый кофе в коричневый. Вот, здесь мы сделали очень классную историю. Вот, опять же, новая такая формулировка для бизнеса – это экосистема. Вот, и ребята из Буше, им большое спасибо, они, собственно, ее вообще как-то создали, воплотили в жизнь и строят отношения теперь с поставщиками и партнерами именно таким образом. То есть не просто из-за взряда там, за сколько вы это сделаете, а в целом, насколько это может интересно получиться. И получается, что ресурс в данном формате обеспечивает поиск и предложение по зеленому кофе. Логистика срабатывает, абсолютно прозрачное ценообразование, все видно от входа и до точки прихода. Мы, как специалисты по обжарке, да, берем этот продукт в работу, согласно вкусу, который, собственно, хотелось бы людям вот как раз пить каждый день, бористо готовить удобно кофе и получать, собственно, результат, который они ожидают от него увидеть. Вот, мы его обжариваем, упаковываем и, собственно... А вы работаете со всей сеткой или пока экспериментально со всей? Есть еще какие-то другие сетки? Тут такой момент не то, чтобы прям вот интересует какой-то вот конкретно, да, с кем-то вот хотелось бы в сети поработать или с кем-то прям большим и крупным. Вот, хотелось бы поработать просто с теми проектами, которые понимают, что вот качество – это то, что они ставят в углову, угла, и то, собственно, ради чего они готовы какие-то вот вести переговоры, они ищут этих поставщиков, они стараются найти вот этих вот, так сказать, звездочек, которые не коммерческим подходом, да, своим славятся. Там, не знаю, у нас там европалеты, не знаю, там дешевые пакеты или еще что-то, вот. Или мы там бесплатную посуду раздаем, у кофемашины, вот. А они стараются как раз вот... Мне почему, да, формат экосистемы вот действительно очень понравился, он близок, и мы планируем сами как бы у нас эту тему продвигать. В том, что ты, по сути, просто можешь подключиться сам к рабочему бизнесу, вот этой большой системе, если у тебя есть действительно какое-то вот отличительное преимущество, ты делаешь это хорошо, и ты можешь как бы ответственно это заявлять, что типа, ребята, вы классные, мы классные, давайте дружить, делать одно дело, как бы, и не являться как раз именно вот поставщиками какого-то крупного гиганта, который в любой момент может ему сказать, там, все, сегодня ты плохой, мы завтра тебя заменим, вот. Это не отношения, это не бизнес, то есть это не соответственно. Ну, а представь, приходит, опять-таки, лента, которую я уже упоминала, приходит и говорит, Олег, вот хотим с вами работать. Да, ради бога, с удовольствием. Если... Экосистемой там и не пахнет. Тут вопрос, как сказать, есть возможность поработать иногда с крупными компаниями, крупным компаниям тоже интересно поработать с кем-то небольшим, таким ремесленным, да, потому что они видят профессионализм и какую-то специфику, которую они пытаются у себя, по факту, интегрировать и, ну, как-то распространить по всей сети. То есть, я уверен, и в ленте, и в любых других, там, магнитах и пятерочках, да, люди думают о том, а как сделать так, чтобы у нас тоже, вот, было классно и вкусно, и люди не в кофей не ходили, а у нас больше времени в магазинах проводили, да. Это, видно, сейчас очень хорошо откликается вот просто в формате того, что в больших магазинах появляются свои кулинарии, свои пикарни, свои кофейни в том числе, да, и они все берут какие-то вот лучшие вещи и моменты, которые уже были сделаны, да, вот этим профессиональным бизнесом, но, к сожалению, там не всегда это получается, интегрировать такие большие проекты, потому что они работают по ГОСТам и по еще куче всяческих правил норм, ИСО, из-за которых они просто не могут позволить себе рисковать, запускать кого-то маленького, просто потому что он не выдержит объема, поставки, качества и безопасность, которую, ну, в итоге, там, где-нибудь конечный клиент в Ханты-Мансийске будет испытывать на себе и потом писать гневные письма, вот. Мы пробовали работать с крупной сетью подобной, самокат, по-моему, если не ошибаюсь, ну, просто не я конкретно вел переговоры, вот. Смысл в том, что у них своя есть личная проверка, которая выезжает, и она смотрит вообще в целом как организованное производство, как организованная компания, вот. И если по их проверке ты проходишь внутренней, то в целом, значит, с тобой можно как-то дальше действительно иметь дело, и твой продукт подходит под формат сети, который у них может быть представлен, вот. Хорошая новость, реально мы его прошли, то есть мы набрали там, ну, типа, надо набрать 50% минимум, по-моему, какой-то такой там проходной балл, ну, там были 51, и они, честно сказать, что они были приятно удивлены, потому что из производств и компаний, которые, в принципе, они имели дело, ну, скажем, некоммерческого, да, сегмента, мы пока что там чуть ли не единственные, ну, по крайней мере, с кем-то они имели дело, вот, в таком формате. Вот. Это интересно, поработать с кем-то крупным, потому что ты тоже учишься, ты видишь, как организован бизнес, совсем другая структура, совсем другой опыт. Ну, мне кажется, это классно, если можно было бы ходить в магазин возле дома и покупать там реально классные, вкусные продукты. Мы же хотим этого, мы же поэтому их выбираем, постоянно вот как-то меняем еще, ищем где получше. Я думаю, люди постоянно ищут, вот. Просто им пока страшно ходить где-то в кофейне или вот еще куда-то в специфические места. А почему страшно? Ну, почему ты не ходишь в кофейне? Потому что кофе равнодушно. Потому что не пробовала вкусным. Правильно получаешь? Вот они, люди, которые любят кофе и которые строят кофейный тиск. Опыт через боль, вот. Но если вот представь, например, как-нибудь в этой чайной закончится чай и предложить, например, какой-нибудь кофе с чайными нотками, а такой есть, например, эфиопия, бергамотовые, красные ягоды, вот он такой, он реально, он очень чайный, его описывают как чайный. И ты просто его попробуешь и скажешь, типа, ну это интересно. У тебя есть кофейня в Питере или нет? Есть. Есть. Да. А имеется в виду та кофейня, тот магазин кофе, который на Петроградке, или нет? Это больше проект как бы ресурса. Ну, по факту, в общем, это кофейня, да. То есть есть проект на Петроградке, есть проект на Грибоедово, на Калина Грибоедово 31. А что там? Что прям, можно сказать, да, не реклама? Все можно. Окей. Пока. Там есть замечательное место, называется Бар Пиф Паф, вот, и у них две барные стойки, одна, собственно, как раз в коктейле, алкоголь, вот, и вторая столешница наша, вот, там мы готовим кофе, там что-то типа такого поп-ап-бара, кофе-кордер, вот, но ребята делают очень вкусно, и я прям искренне всегда удивляюсь, как у них, собственно, энтузиазма и мастерства хватает, чтобы вот там до сих пор, как бы, бороться, вот, с людьми, которые не ходят туда к кофейню. Но это твой проект. Да. Твой проект. Но у тебя... Это наш проект вместе с баром. А, я поняла. А у тебя есть своя кофейня в Амстердаме? Есть. Есть. Сколько она уже существует? Сейчас скажу. Ну, это очень сложный проект, то есть я не могу сказать, что она там сейчас полностью моя, как бы она в партнерстве уже теперь, да? С кем-то из иностранцев? Да. Ну, так удобнее сейчас, да. Ну, это единственный, на самом деле, логичный выход из всей этой ситуации. Вот. С 2018 года. Сейчас какой год? 2023? Да, уже. Пятый год. Пятый год. То есть это все у тебя запустилось до пандемии? Да. И как оно вообще существовало? Очень сложно. Очень-очень-очень долго. Это причина части моих седых волос. Я не заметила даже. Думала, может быть, краска. Натуральные нервы. Два года, получается, она была в каком-то таком плавании, я бы сказал, когда именно русское было управление, то есть я пытался там что-то делать, управляющая у нас была там русскоязычная. Оно было реальным, да? То есть там были все учредители русские? Да. Все русские. И вот когда произошла ситуация полтора года назад, да, практически... Это прямо в пандемию получилось? В пандемию. А я сейчас, извини... А, февральские события? Да, февральские события 2022 года. А после этого тебе пришлось объединиться с кем-то из иностранцев? Мы это сделали еще до этого. А, еще до этого. Мы сделали до этого, и, в принципе, слава богу, потому что оно, так сказать, показало, что есть люди, тоже очень увлеченные своим делом. Это, кстати, они обжарщики, тоже кофе. Они работали до этого бариста, причем, вот. То есть они подрабатывали бариста и были обжарщик кофе. И как-то вот у нас с ними просто был очень хороший диалог, и мы просто, не знаю, из разряда... Ну, как вот обычно, там, смотришь какие-нибудь интервью или еще что-то, типа... Я им предложил там, хотите кофейню? Они такие, а что, можно? Да, окей, погнали. И получилось кофейню. Вот. Это реально так произошло. Вот. Но это не в смысле, что это прям вот, не знаю, я сидел, я не знал, чем заняться, и просто мы созвонились, так получилось. Это, ну, к этому, как бы, очень много всего привело, что мне реально требовалось по факту партнер, который готов был, собственно, дальше это делать. потому что ездить уже дальше в Европу с учетом всего, плюс вот это русскоязычное управление и так далее, оно свои тоже нюансы внесло, то есть, как бизнес, это абсолютно не выживабельная модель. А какая модель? Что с ней было не так? Ключевая. Да. Если люди знают о том, что там иностранцы, они будут очень как-то оценивающе к этому относиться, смотря какие. Ну, как вот у нас есть сейчас понятие, дружественные страны, вот примерно так же. Все равно не понимаю, что было не так. Оценивающе. Люди, вот если говорить про экосистема, вот Европа, она, мне кажется, в таком, в ментальном формате живет, наверное, по принципу такого, как сказать, улья, вот что ли, вот они на каком-то таком посознательном уровне понимают, что у меня есть вокруг вот какие-то магазины, кафе и так далее. Их достатки, за этим следит специальный человек, который занимается администрированием округа, чтобы не было такого, что у тебя 50 кофеин перед домом. Ну, то есть, все, вот тебе нужна кофейня? Есть. Перехватка нужна? Есть. Две надо, прям вот не хватает. Будет две, но не три. То есть, они не очень готовы к новому, очень консервативное общество, вот это-то и... И они, да, стараются смотреть за тем, куда они деньги тратят. То есть, нет, не будет такого, что, не знаю, где-нибудь кто-то приедет, скажет, все, мы открываемся, приходите завтра и потратите все свои деньги. Вот, ни в коем случае. Они понимают, что кто это? Это чужаки, это свои. То есть, очень хорошо, если эти деньги будут оставаться внутри страны, потому что тогда они будут возвращаться, и мы все, по сути, будем жить хорошо. Ты просто спонтанно решил открыть эту кофейню, с кем-то беседуя, из тех, кто хотел ее тоже открыть? Я, в принципе, хотел открыть кофейню где-то не в России. И это был Амстердам. И почему Амстердам? Ну, не знаю, мне просто всегда хотелось, во-первых, туда как-то попасть. То есть, когда еще, например, не путешествовал, я всегда знал, что вот, если я буду в Европе, мне очень хотелось бы, потому что, ну, это абсолютно замечательный город, который, собственно, как раз вдохновил Петра Первого построить Санкт-Петербург по абсолютно логичной модели. Там об этом знают. Там, в принципе, такой город, где очень много известных, великих людей интересных пребывал. Не знаю, ну, то есть, он меня как-то всегда вдохновлял. Когда я начал путешествовать, так еще получилось, что географически кофе, который с разных стран свозится, есть всего три основные порта в мире, которые занимаются как раз, ну, голландцы, в принципе, те еще торговцы, да, еще там со времен. Вот, получается, Голландия в Роттердаме, там у них склад, потом в Риге и в Лондоне. Все, это три самых больших таких порта, которые как раз обслуживают, по крайней мере, кофейные все поставки. И получается, что основные компании, которые занимаются зеленым кофе, в том числе, они находятся там. Вот, и приходилось туда ездить, выбирать сначала там кофе, работая в Европе, пока мы не могли позволить себе ехать куда-то напрямую на плантации, ну, потому что у нас не было объема для этого, например. Вот. И очень странно, видя такие большие возможности, приезжая вот туда, в такие красивые города, не найти места, где реально можно попить вкусный кофе. То есть, прям вот, очень плохо все. Куда ты не зайдешь, и с какой бы страны кофе ни был, он будет очень горький, как в Старбаксе. Даже еще где-то похуже. Вот. И получается, что ты приходишь, все красиво, все классно, и тебе приносят вот эту горелую жижуцу, и ты такой, типа, блин, ну, ребят, ну, камон, вот, нельзя так. И ты решил, что там найдутся ценители, вот. Да, ну, такая вот просто получилась странная, ну, достаточно смелая идея сделать такой кармический фидбэк Петру Первому, вот, потому что он, собственно, является амбассадором спешлти кофе в России, вот. Он его привез в Россию, заставил, научился их пить его. И хотелось как раз открыть какой-то такой проект в Европе, по сути, чтобы он мог являться, в том числе, неким таким спотом для других обжарщиков, например, которые путешествуют, которые могут туда приезжать и понимать, ну, то есть видеть то, на что, по сути, вот российская индустрия на тот момент, так сказать, была способна. И мы могли бы вот там получать какой-то европейский классный опыт ребят, который мы могли бы также спокойно, открыто транслировать в Россию. То есть вот хотелось сделать такое, так сказать, окно, которое вот в обе стороны желательно открывается. Знаешь ли ты, сколько, ну, можешь ли ты озвучить, сколько стоит открыть кофейню в Амстердаме? Очень дорого. Вы действительно хотите знать? Да, очень. Это, мне кажется, самая острая информация будет сегодня. Ну, скажем так, если ее будут открывать не русские язычные люди, это будет намного дешевле. Это однозначно. То есть бюджет может быть там порядка ста тысяч, двухста максимум евро. Не русскоязычные. Русскоязычные даже можно просто ради прикола. Это как раз местные жители, вот, русскоязычные, кто мегирировал. Раза в полтора? Если, ну, вот, например, представим семью, которая живет в Голландии, в Амстердаме. Вот она открывает поисковик, например, им нужна няня для ребенка. Вот они по-русски начинают писать. Ценник Х2. Вот. Начинают писать по-голландски. Ой, нет, по-английски полтора. По-голландски нормальные цены. Вот примерно в таком формате. То есть это в целом нужно смотреть на это не как на бизнес с точки зрения, сколько это может стоить денег, сколько это может приносить, а в том числе как на такое хорошее очень международное образование, вот, которое действительно очень уникальное и есть возможность поработать в абсолютно новой системе с очень интересными людьми, которые действительно уважают и чтят закон, и делают все действительно очень красиво, легально, классно. Там есть чем поучиться. Вот. То есть это то, конечно, к чему у нас как бы еще нужно стремиться, но... А в чем? В чем стремиться? Ну, скажем так, если вы подпишете договор, например, да, вот конкретно, вот вы, представь, что вы подписали, вот там прям прописаны сроки, там вот там 5 лет, к примеру, да, как аренда вот будет идти, то есть там прям все прописано. Вас никаким образом никто вот в один день вот так вот не прогонит, то есть вам не скажут, типа вот завтра, ребята, вы выселяетесь, или сегодня вы выселяетесь. Есть договор, и если там вдруг, не дай бог, какие-то там, не знаю, государства даже что-то придется делать, с вами свяжутся, вам предложат условия, вам поторгуются, ну, в общем, сделают все возможное, чтобы... У этого есть еще одна сторона с точки зрения бизнесмена, с точки зрения основателя бизнеса в Европе, так же, как тебя защищает закон, как арендодателя, так же закон защищает, возможно, даже сильнее защищает твоих сотрудников, и, например, если тебя не устраивает сотрудник, ты не сможешь с ним просто так взять и расстаться. Тоже нюанс. Но это учит, на самом деле, просто тому, что нужно относиться, в принципе, и к людям, и к бизнесу серьезно, и если ты кого-то, тем более, приглашаешь поработать, нужно озвучивать сразу все условия, даже те, которые могут там не понравиться, но лучше об этом сказать, потому что потом не будет такого, что типа, о, вы мне не говорили. Ну, ты, ты, да, ты читал, ты подписывал, ты слышал, все как бы не вопрос, соответственно, как бы все понимают правила игры. Да, но есть еще такая психоэмоциональная какая-то составляющая, вот ты нашел хорошего сотрудника, ты понял, что он тебе подходит, он совсем ознакомился, ты совсем ознакомился, вы как бы серьезно подходите к делу, но вы не срабатываетесь, вот вообще. Ты это прекрасно знаешь, я думаю. Да, нужно просто общаться. Нужно просто общаться, то есть твой совет все время общаться. И вот, не знаю, я, честно говоря, ну, в себе этот скилл прям воспитал, вот, мне кажется. Могу даже сказать, что от этого даже какое-то удовольствие получаю. Это найм и увольнение людей. Увольнение, наверное, даже мне больше нравится, потому что, ну, увольнение, не помню, с какого перевода, это по факту какое-то такое вообще освобождение, оно означает. Но смысл в том, что это все происходит всегда, ну, в формате разговора, и это повод как раз поговорить честно. Ну, то есть, как бы, вот, извини, но, там, не знаю, я вижу, что ты вот не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Ну, вот, мы так не можем работать с тобой. То есть, получается, что кто-то будет страдать из-за того, что ты будешь сидеть на месте вот так вот. И человек, если слышит правду, не просто какие-то неудобные причины, да, ему сказать, чтобы он такой, ну, просто куда-нибудь свалил, вот, чтобы там откупиться от него, вот. А ты просто человеку говоришь реально причину. Вот, там, не знаю, ты лодырь, ты, не знаю. Ты прям так и говоришь. Да? Ты говоришь, ты лодырь, я с тобой больше работать не хочу. И человек как реагирует? Он говорит, ты знаешь, да, действительно, я вот что-то прям сижу и думаю, а что я тут делаю? Я сижу и думаю уже, когда вы вот меня сами уже уволите отчасти. Есть такое. Людям просто, как сказать, у нас люди немножко не умеют общаться и говорить о том, как они себя чувствуют или что у них происходит вообще в целом, да, как бы в жизни, вот. И очень часто бывает, что, как сказать, могут быть какие-то личные обстоятельства, человек не тянет, но он не будет об этом говорить, потому что, о чем мне говорить, как бы, вот посижу, там вот меня уволят, там я и пойду сам. Почему-то нет такого вот у людей, да, как бы уважения. То есть, типа, ребята, знаете, у меня сложности, я чувствую, что я сейчас как-то буду тут неэффективно работать, я, наверное, пойду, вот. И в целом, когда изначально диалог выстраивается в компании, вот сразу таким образом, люди ценят это, они понимают, что они не просто работают в какой-то компании, где там некий какой-то основатель, там президент президентов, там, которого никто никогда не видел и не знает, да, который все заработанные деньги, не знаю, там, пускает на свои, там, отдыхи, развлечения и так далее, а не инвестирует их обратно в компанию, не тратит деньги на то, чтобы сотрудники обучались, путешествовали, развивались или еще что-то, они и уважение, собственно, тоже к этому не испытывают. Поэтому нет диалога, нет контакта, и вот, собственно, иногда происходит. Поэтому такие компании, естественно, им проще откупиться, ну, как бы от сотрудников, чтобы просто с ними не общаться, потому что правду никто не любит говорить. Да, мы сейчас отошли на перерыв, взяли кофе, Олег настоял. Наконец-то я всех угостил кофе. Да, я попробовала, мне, к сожалению, не понравилось, но Олег говорит, что есть гораздо более... Ну, вот этот понравился? Да, этот более. Это был свежий обжарки, а этот не свежий обжарки. Вот, понимаете, как без таких людей, как Олег, ходить в кофейне и покупать кофе? Надо пробовать. Тут как бы любой опыт, он через боль. Хотела спросить про франшизы. Не думал ли ты открыть? Сейчас очень популярен этот вид франшиз, кофейной франшизы. На самом деле, вот есть интересная идея. Мне не нравится, может быть, название франшизы, да, как таковое, потому что, к сожалению, в России франшизный бизнес, он такой, как сказать, он очень как-то активно начался и очень где-то прям вот в какой-то момент поплыл. Ну, вот. На мой взгляд, да, опять же, я вот больше про индустрию вообще ПИТа, вот такого, да, как бы имею опыт. Вот. А почему поплыл? Поплыл? Ну, потому что, так сказать, если франшизи начинает делать уже отсебятину какую-то, ты по факту ничего не можешь с ним сделать. У тебя был опыт? У меня было много опыта с людьми, которые делали франшизы. Вот. И я наблюдал все практически известные франшизы от их начала а-ля Саббе и Циннабон и до их, собственно, как раз, ну, исчезновения. Double B очень хороший пример. Франшиза же. Вот. смысл в чем? А ты там работал? Нет, нет, нет. Ну, мы все очень хорошо друг друга знаем, вот. Здесь просто смысл в том, что франшиза как таковое, это выглядит как готовое решение, и люди у нас, как сказать, очень буквально это воспринимают. Ну, типа, сколько стоит франшиза? Столько. Ага. Все, беру. Все, он ее заплатил, и вот он сидит, и все, ну, как бы, вот он уже в моменте получает счастье, что у него уже готовый рабочий бизнес. А когда он понимает, что ему надо что-то делать, и он такой, типа, подождите, я же купил у вас франшизу. Все, и начинается первый диалог, первый конфликт. Франшизи и, собственно, мастер-держатель франшизы. Типа, нет, дружище, тебе надо работать, вот. И он такой, а зачем я покупал франшизу? Вот. То есть люди очень буквально это воспринимают, и, как сказать, мне больше нравится формулировка есть лицензионный договор, да, вот это интересно. Есть партнерская сеть. Вот партнерская сеть мне ближе подходит. Если взять из кофейных таких вот реализованных хорошо, это серф кофе, вот лично по мне, да, потому что там в чем смысл, да. Да, расскажи схему, как это все выстраивается, партнерская сеть. То есть где большой минус франшизы и где как раз большой плюс именно партнерской сети, да. Ну, тут как бы смысл вкроется в название. Вот франшиза – это, по сути, просто товар, который может купить кто угодно. Соответственно, как его купили, так его и реализовали. То есть ты продаешь его всем, и у тебя нету вот этой боли ответственности за то, что будет дальше своим детищем, что вот как оно будет реализовано. И тогда уже начинается реально там, так сказать, в кофейне, когда уже начинают варить борщи и продавать пельмени и курить кальяны, это как бы уже, ну, типа, ты такой, ну, как, вот. А когда это партнерская сеть, у тебя может быть 100 заявок, и ты, ну, одну, может быть, ты из них одобришь. Нет задачи продавать всем. За счет этого ценность и... С теоретической точки зрения это все делается. Как вообще, в принципе, это делается? Ну, вот у Сервкофе как это происходит? Ну, я сильно не погружен в то, как у них это делается. Ну, условно, у них есть организация основная, которая, как я, опять же, да, понимаю, вот, со стороны, да и, собственно, открытая, так сказать, информация о связанных юрлицах, она тоже дает много понимания, да, как вообще у кого бизнес выстроен, вот. Далоговая в этом плане преуспела, очень легко понять вообще в целом, да, как цепочка работает. Вот, то есть есть компания основная, которая как раз занимается вот этой фильтрацией заявок, проводит собеседование, вот. Они пытаются понять, как бы, насколько это их клиент, их человек, их партнер будущий, который не просто скажет, типа, все, я купил, вы работаете, а я купил, вы мне помогаете, и мы вместе строим, работаем и зарабатываем. Вот, и бренд как раз, вот эту свою ценность, он продолжает ее нести, то есть она не удешевляется, вот. Все, они с ним заключают соглашение, по итогам которого там каждый месяц он платит какой-то роялти, вот. И не знаю какой, ну, как бы, это достаточно стандартная схема, вот. И есть просто еще одна компания, которая как раз осуществляет поставку продукции, вот. Соответственно, компания отдельная, юридическая, получает чистую прибыль франшизе, ну, как бы, с роялти и продажа франшизы, по сути, да, как бы сервисная, там, не знаю, с минимальным каким-то ООО, не знаю, там, упрощенка, вот. И второе юридство, естественно, производственное, которое, по сути, занимается постоянно продуктом, вот. Конечно, там уже полноценный НДС, все, ну, как бы, все классно. Компания отдельная. Одна компания держатель франшизы, вторая, по сути, просто поставщик, но которого ты не можешь избежать, вот, то есть твой прямой поставщик. Ну, вот смотри, у вас сейчас, ну, у охотников на кофе, у ресурс, есть магазин на Петроградке, где при тебе обжаривают кофе, да? Можно ли сделать франшизу такого же? Вообще, идея открытия подобного формата как раз и предполагала у нас именно открытие франшизы, то есть мы хотели завернуть это чуть более как-то интересно, но получилось так, что, ну, как всегда бывает, то есть просто возникает какая-то возможность, какое-то место, какой-то интересный коллаб вот по соседству, да, сделать там с знакомыми ребятами, опять же, в центре, вот, локация, и мы такие, ну, окей, все, погнали, ну, то есть проверим бой, вот. По факту все классно, место интересное, все здорово, и нужно было это дальше заворачивать уже во франшизу, но, опять же, там, прошлогодние события, они повлияли на развитие дальнейшего и планы, поэтому мы просто, как бы, там, нажали на паузу, как бы, да, и, в общем, занимаемся дальше какими-то другими сейчас делами. Вообще, в целом, весь прошлый год мы об этом думали, в этом году мы сейчас начинаем какую-то активную уже стадию, вот сейчас параллельно происходит как раз там звонок с партнерами, вот они обсуждают уже какой-то фундамент будущей вот этой партнерской сети, да, по факту, да, то есть сделать хорошую, достаточно понятную, интересную интегрируемую сеть магазинов, вот, профессиональных. Ты навел меня на мысль о том, что, вот, можно продавать там и косметику, и все остальное в одном и том же месте, и тут же у меня перед глазами супермаркет или гипермаркет, в котором продается все на свете, но нет вашего кофе, но есть же элитные какие-то отделы, да, в определенных магазинах, и почему бы не все-таки не сфокусироваться на рознице, на магазины, чтобы получать больше? Ну, в этом и есть задача на самом деле, то есть выстроить свою какую-то сеть, ну, по сути, производителю что нужно, зачем ему, в принципе, нужно делать свои какие-то локации, не для того, чтобы объять-необъять, не знаю, захватить просто весь мир и чтобы везде только вот один кофе там или только один продукт присутствовал, да, вот, а в первую очередь нужна какая-то точка контакта с человеком, с потребителем, который реально приходит, платит деньги за твой продукт, он его пьет, он его оценивает, и он возвращается, вот, вопрос, опять же, возвращается ли, вот, и здесь как класс, как раз очень классная источка взаимодействия, потому что ты понимаешь отклик вот просто в моменте, вот, но опять же, то есть опыт, вот, когда можно взять и пойти куда-нибудь просто постоять, поработать вот прям с людьми напрямую, ну, например, там какой-нибудь кофейный магазин там, да, если взять, тоже очень классно показывает, потому что люди стоят в очередь в кассу не только за кофе, за напитком, но и в том числе, например, они что-то прихватили с полки, и ты с ними начинаешь общаться, а почему это там или почему то, вот, и они, может быть, где-то односложно отвечают, но вот, как бы, вот за это односложно, большие компании, как правило, платят очень большие деньги, чтобы получить какой-то результат исследований, вот, а здесь ты реально получаешь в режиме онлайн сразу обратную связь, типа, потому что пачка красивая, окей. Это понятно, но это более затратная история. Если люди понимают, что это вкусно, это классно, это интересно, они будут туда ходить, они будут платить за это деньги. Если это что-то насложно, и монопродукт, ну, как бы, вот, время показало, что монопродукты вообще не работают в России, то есть формат какой-то бутиковости очень-очень-очень вот где-то на таком уровне работает, конечно, зарабатывает, но в целом, вот, людям нужно место, куда они могут прийти и, в принципе, ну, как-то оптом закрыть какие-то свои проблемы, ну, условно, то есть я хочу, чтобы у меня дома, не знаю, там были кофе, чай и вот все, что вообще этого касается в идеале. Оборудование, если я могу еще купить какие-то околопродукты, возможно, даже какое-то обучение или мастер-класс пройти, ну, вообще здорово, вот. Поэтому, если посмотреть, опять же, на движение больших компаний, ну, типа, не знаю, там, Вкусвил, да, который во время пандемии прощупал все производства кофе и вообще всех производителей каких-то именно таких дорогих бутиковых, дав им место у себя на полочке, там, типа, постоять, мы вам поможем, а по факту они провели просто большое маркетинговое исследование над темой того, что будут люди платить больше денег за дорогой кофе, который бы вот сами бы они не хотели, ну, как бы, экспериментировать, ставить. Они посмотрели, оценили, поняли, что, да, будут платить, за какой конкретно, сделали свой СТМ, поставили на полочку, все работает, все. Ну, как бы, на тот момент мы начинали в эту историю тоже попадать, вот, но, как бы, мы просто поняли, что там будет реально какая-то свалка всех поставщиков на свете, мы, как бы, от этого ушли. У нас просто на тот момент был как раз там фестиваль в лавке в Яндекс, вот, и мы туда, как бы, направили силы. Вы участвуете, да, в этом тоже? Да, 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 ну, там фестиваль кофе, например, вот. Просто, чтобы не смешивать тому, что там и так было достаточно много разных игроков, но это выглядело, как бы, ну, как, не знаю, такой салат, вот. Просто настали этим заниматься, как бы, в принципе, как бы мысль была понятна, результат известен, то есть в итоге вкусил, открыл свои кофейни где-то, кафе, там у них есть уже свой кофе обжаренный под СТМ, как бы, и все классно работает, вот. Классно, да, работает? Я была в одном, но... В целом, да. Ну, где-то лучше, где-то хуже, но опять... Есть вопросы? Всегда есть, конечно, то есть когда касается продукта какого-то уже сложного и людей есть, но я помню, что в одном вкусвеле, так сказать, мне было просто интересно, что происходит, и я туда пришел, там была классная тачка, был кофе, был вроде как бы продавец, то есть он даже не бариста, но он вроде бы это готовил, вот, и он нам продал кофе так, что, честно говоря, я мало могу сказать кофеин каких хороших, где бы вот так вот кофе продавали, то есть он все рассказал, он говорит, прям вообще отличный кофе, давайте я сейчас приготовлю, сделаю, я честно офигел, ну, как бы, если бы вот это было бы вот с мощью вкусвело в таком сетевом формате, сделано везде, большинство кофеин, я думаю, 90% бы просто закрыть в один день, потому что проблема кофеин, которые вот типа, как бы там, да, вот дорого, красиво, вкусно, и вроде бы все на сложном, проблема их в том, что слишком на сложном, да, люди не ходят, потому что... А, подожди, а у тебя не на сложном? Мы пытаемся как раз с помощью этого выстраивать немножко по-другому, то есть чтобы, например, кофейница обжарка, она зачем? Она вроде бы на сложном, но если туда дойти, ну, как бы не бояться того, что это что-то на сложном, вот, а зайти, и с тобой реально человек начнет общаться, и расскажет тебе о том, что мы сейчас можем пожарить кофе для тебя, вот, вот, вот в чем ты завариваешь, как ты любишь, вообще какую угодно, и ты еще попробуешь, ну, типа, какие вопросы? Тут как бы доверие сразу появляется стопроцентное, потому что понимаешь, что тебе дают попробовать, то есть тебя никто не просит отдать какое-то большое количество денег, прежде чем ты получишь свой кофе. То есть самое сложное, это дойти туда? По факту, да. Есть еще одна такая проблема, да, я называю, типа, слишком классно, ну, то есть прям реально слишком классно. Вот у меня у товарищей, например, есть, они занимаются, по сути, ну, тем же самым, чем и мы, просто в другом городе, вот, и они прям профессионалы своей индустрии, вот они там обучают бариста, все классно, то есть в общепите вроде бы как вот все знают. И они решили открыть свой ресторан, типа, они же все знают, вот. В итоге, на том месте раньше была блинная, ну, такая обычная вообще советская. Они на этом месте открыли ресторан, вложили туда огромную кучу денег, естественно, в дизайн, в ремонт и так далее, в чем они точно не понимают, но дополнительно вложили еще очень много денег в оборудование, как бы, да, профессиональное, в чем они понимают, естественно, поэтому они туда их вложили. Получилось так, что они хотели сделать что-то типа формата французского бестро, ну, как бы, французское бестро, как бы, во Франции, оно, конечно, красивое, стильное, но оно такое немножко обшарпанное, туда можно зайти, и люди к нему привыкли. А у нас в России как, то есть, половина бюджета в это ремонт, а все остальное там как получится, вот. И получается так, что это реально выглядит как какой-то ресторан, то есть там все написано по-английски, все красивыми шрифтами, очень красивые, вот все очень красиво. И люди, условно, не хотят туда заходить там на 20 минут, на 30, потому что не... Стремно заходить, потому что у нас люди понимают, что если это выглядит что-то дорого и на богатом, ты туда заходишь... Белые скатерти. Да, и там стоят красивые официанты в белых рубашках, все вот так нарядно, все реально очень красиво. И стоит недорого, то есть там буквально какие-то копейки. Но когда ты уже зашел, у тебя уже возникает вот это вот чувство, что, ну, либо я сейчас сразу ухожу, либо я должен хоть что-то купить, чтобы меня как-то, ну, вот, не стесняли. А, еще вот, в чем еще его смысл? Люди, которые ходили туда всю жизнь за блинами, они до сих пор приходили туда за блинами какое-то количество лет. Те ребята специально не делали блины, потому что, типа, ну, какие блины, у нас же тут бестро. Ну, то есть, абсолютно диссонанс. Вот люди, которые всю жизнь протоптаны на дорогу за блинами, введи позиции, хоть одну позицию блинчиков. Я уверен, это было бы 90% выручки этого ресторана. Олег, я знаю, что ты занятой человек, что ты уже завтра улетаешь, и у тебя есть куча дел еще, и нужно бежать, но у меня есть несколько вопросов, связанных с цифрами, которые ты не любишь, как мы узнали за кадром. Да, давайте попробуем. Гений, про цифры сразу скажу. Есть волнующий такой вопрос. Все-таки кофейный бизнес, вот тот, который видишь ты, насколько он маржинален? Тут, мне кажется, как и с любым бизнесом, в целом маржинальность, она на таком уровне находится органичном. 20-30% маржинальности, ну, это не про чистый доход, а в целом, да, то есть доходы, вот, компании, которая остается, в целом это окей. Это до уплат налогов и так далее. То есть, это просто вот такая какая-то грязная такая цифра, вот. И там уже в зависимости от того, насколько компания тратит на сервис деньги, инвестирует обратно, какие-то бонусы там сверх, там еще что-то выплачивает, это уже ее дальше проблема. Кто-то забирает это полностью себе, кто-то еще уходит. Но в целом, если с продажи продукта остается хотя бы 20-30%, это имеет смысл. Если меньше, это благотворительность. Благотворительность это хорошо, кстати, мы и тоже занимаемся, вот. Но она, к сожалению, не дает возможности добавлять снова деньги в бизнес. Он перестает расти, и он превращается во что-то такое, как сказать, как плохо одетый ребенок к школе, вот, который как бы, ну, вроде бы вырос, ну, вроде бы носить еще можно, но ты там походи еще какое-то время. Это, ну, плохо работает. Ребенок себя чувствует очень некомфортно. Сколько тебе нужно было инвестировать в бизнес первый, да, который ты открыл, чтобы он начал функционировать и приносить доход? Покупка оборудования. Это была самая, по сути, так сказать, большая известная часть, потому что на тот момент не было этого оборудования в принципе в России как такового, то есть его пришлось ввести там всеми правдами и неправдами. Сейчас бы это еще больше доставило сложностей, наверное. Нет. Нет, на удивление нет. Как бы сейчас, пожалуйста, если есть деньги, можно что угодно привезти. Стоимость ростера 12-килограммового, с которого мы начинали, он до сих пор работает, и все, слава богу, с ней на тут. Вот. Стоимость ростера 2 миллиона. Это основное оборудование, которое 10 лет назад сейчас это стоит намного дороже, если не ошибаюсь, там порядка 5, может быть, чуть меньше. Вот. За новое оборудование, конечно же. Вот. Ростер, соответственно, приобретался в кредит, точнее, деньги на него были взяты в кредит. Вот. Оснащение некого производства, в рамках которого все будет происходить, ну, это там порядка, там, не знаю, миллиона, вот, может быть. А, ну и закупка какого-то первоначального сырья, собственно, с которым мы как раз начали работать, ну, это тоже еще там порядка миллиона. А аренда помещения? Это все вот в рамках формата миллиона, который вложен в помещение. А, ага. Вот. Вот. Ну, опять же, то есть эти цифры, они настолько, как правильно сказать, неликвидны, наверное, сейчас. Ни в коем случае не стоит брать за стопроцентный пример успех людей, которые там когда-то чего-то у них получилось. Ну, типа, вот у них получилось, и у нас обязательно получится. Это большая система разных абсолютно каких-то вот моментов, которые, нюансов, которые просто сложились, вот как-то, да, получилось. Плюс на тот момент, опять же, я не первый день уже этим занимался, и какая-то была специфика и профессионализм, соответственно, уверенность, что это обязательно получится. Отсутствие конкуренции, как таковой, на рынке, знание каких-то вот ключевых вещей, которые в тот момент стреляли. Сейчас они не стреляют, сейчас рынок перенасыщен какими-то предложениями. То есть вот в том моменте, вот в том бюджете и так далее, вот в том весе и опыте, который там у меня был, это сработало. Получается, сколько в сумме, чтобы это приносило доход, тебе пришлось инвестировать 4 миллиона, 5 миллионов? Ну, порядка пяти, порядка пяти. И это еще у тебя не было команды как таковой? Да, абсолютно. То есть это, типа, вообще все сами. И изначально вы были направлены на клиентов на розницу или на бизнес? Бизнес, профессиональный сегмент, то есть это кофейни, бары, рестораны, то есть это вот люди, которые точно понимают, что им нужны профессиональные продукты, потому что, ну, с обычными людьми нам сложно было общаться, потому что для них кофе как бы еще с советских времен кофе, а для нас это что-то уже там вообще на сложном и вот то, что там чемпионаты какие-то, вот и прочее. И тебе больше нравится работать все-таки с розницей B2C или B2B? B2B. B2B, ну, то есть это, в принципе, тот сегмент, который мы по-прежнему развиваем и в котором мы чувствуем себя комфортно. Олег, три совета человеку, который хочет построить свой кофейный бизнес. Не обманывай себя, не обманывай других, вот. Ну и, собственно, любить то дело, которым занимаешься. Наверное, это вообще для любого бизнеса очень важно, вот. Потому что так или иначе все строится на доверии, вот. Я бы, наверное, просто, может быть, добавил что-то для людей, которые вообще в целом интересно вот как-то погрузиться в эту индустрию и которые, например, смотря на то, что происходит, чувствуют, как сказать, дикий какой-то ажиотаж, как на Клондайке, что что-то можно тут как бы для себя извлечь. Самое главное понимать, что если хочется этим заниматься и в это погрузиться, ну, не знаю, вариант номер один, абсолютно бесплатный, так сказать, самое лучшее обучение – это просто пойти куда-то поработать, конкретно, то есть хочу жарить кофе, окей, пойду поработаю в места, где как иначе связано с обжаркой, которая тебе нравится, или там хочу вот в этом преуспеть, иди поработай туда, то есть начни именно с АЗОВ, потому что как бы директорами все хотят быть, но когда директор остается один и он не понимает, что делать, он не умеет общаться с сотрудниками, он не умеет общаться с людьми, он умеет только отдавать какие-то приказания и там по цифрах, как бы думать, что все получается, это не работает, он все равно как бы останется один. Очень сложно, когда ты пытаешься заниматься специфическим бизнесом, но ты не понимаешь его специфики, вот, то есть нужно сначала изучить процесс, если это находит какой-то отклик, типа, блин, мне это очень интересно, например, когда вот я провожу какие-то там встречи или что-то рассказываю интересное, я часто, вот помню, вспоминал, что видел одних и тех же людей иногда, вот, на встречах, и они, ну, как бы мы не знакомы, ну, условно знакомы, но я понимаю, что человек не из кофе, и в какой-то момент я уже сам не выдержал, типа, ну, как бы он подходит, там, говорит, типа, вот, слушай, классно выступил, я говорю, да, спасибо, вот, ну, ты как вообще, ты все-таки решился чем-то заняться там с кофейным, он говорит, нет, я все смотрю, я говорю, ну, а что ты, ты возьми уже попробуй, потому что можно смотреть очень долго, но вопрос, опять же, если тебе хочется, ну, возьми уже и сделай это, потому что... И неважно, как это будет, да, можно сколько угодно собирать. Получишь, да, хотя бы какой-то опыт, то есть начни хотя бы с малого, ну, не знаю, там, хочешь получить, открыть эту идеальную кофейню, не надо строить сразу идеальную кофейню, и не получится, скорее всего, да, потому что идеальная, как бы нет такого, как бы стопроцентного формата, как это выглядит. У тебя есть идеальная... Кофейня? Наверное, где-то в голове есть она. А вообще есть сейчас что-то идеальное у тебя? Что-то идеальное? Из, да, из твоих компаний. Да, оно все идеальное, но оно, как бы, оно, вот, опять же, с какой стороны посмотреть, вот. То есть это как любой ресторатор, который спрашивает, как твой ресторан, и, как правило, скорее всего, они неуспешны, они говорят, ну, точнее, это подтверждение то, что неуспешны, они говорят, да это, ну, для души, вот. У тебя для души? В основном, да, но это и изначально, как бы, строилось, как для души. Но это приносит деньги? Это приносит денег, как минимум, для того, чтобы люди, которые там работали, получают зарплату, поставщики получали свои деньги. Для меня, собственно, это как элемент творчества, в котором я могу как раз пробовать тестировать какие-то штуки. Есть проекты, которые еще как-то умудряются при этом зарабатывать, вот. Вообще супер, как бы, эти денежки помогают им развиваться или нам, например, их инвестировать в новые какие-то проекты, идеи. Вот, собственно, благодаря чему магазин тот же самый вырос. Вот. Ну, то есть, суть в том, что, конечно, можно очень долго вот бегать с этими, там, не знаю, с миллионом рублей, там, или со 100 рублями, и думать, чего с ними делать, да, куда их потратить. И вот, чтобы точно никак не проиграть, нужно относиться к этому как к образованию. Вот. То есть, это тот опыт, который никто нигде не может получить просто так. Ну, в любом случае, любое образование хорошее, оно стоит каких-то денег, времени, сил. Вот. Поэтому стоит один раз уже все-таки попробовать. Пусть это будет что-то небольшое, недорогое, но уже можно будет понять, в целом, как бы, это твое. Или, ну, идти лучше дальше работать где-то в уверенном хорошем месте и не прикидываться предпринимателям и человекам, который готов, не знаю, там, полгода есть картошку. Или, там, таксовать, чтобы денег хватало, ну, хоть на что-то. Вот. То есть, бизнес, он такой. Да, получается, нет лучше способа получить образование, чем поэкспериментировать в той сфере, которая тебе интересна. Поэкспериментировать за свой счет. А, кстати, отток аудитории вашей чувствуется в свете последних событий? Ну, кто-то уехал, кто-то приехал. То есть, в целом, так сказать, тоже очень интересная тенденция, почему, я думаю, еще кофе получает такой отклик, да, то, что очень много всего происходило за это время. Не знаю, уже каждый кризис, он воспринимается из-за взряда типа, ну, окей, работаем дальше. Мы вот во время пандемии очень много общались с людьми, и мы нашли очень такую хорошую, золотую для себя такую истину. Это то, что люди, вот когда мы им разные вопросы задавали, они самую главную вещь сказали, что вопрос, то есть, вы, если вот прям совсем перестанете там, как бы там даже работать или каких-то много денег зарабатывать, вы откажетесь от кофе, как такового, вот продукта в своей корзине? Большинство людей, которые в принципе уже как бы на это, ну, то, что подсели, это ритуал некий. Большинство из них, ну, если мы там про цифры реально, там порядка 80-90 процентов сказали нет. Я ни в коем случае его не уберу, я могу его сделать дешевле, то есть, например, я пил до этого там полторы-две, там, три тысячи за килограмм, да, ну, значит, я буду пить чуть побюджетнее, но я буду пить кофе, вот. Ну, это как у курильщика спросить, ты будешь курить меньше? Олег, большое спасибо, что ты пришел, поделился своим опытом, он, на мой взгляд, очень разнообразный, интересный, и нашей аудитории абсолютно точно есть, что взять из твоего опыта, чтобы либо сделать как ты, либо сделать не как ты, но по-своему. Спасибо, Иван. Пейте кофе, уважайте бизнес свой и ваших партнеров, вот. Берегите себя, счастья, здоровья, всех благ и хорошей маржинальности вашему бизнесу.